Ребята, всем салют! Вы на канале Семья на чемоданах. Если не подписаны, прям сразу же подписывайтесь на канал. Мы в этом году зимуем в Сочи, до этого мы были в Крыму. Подписывайтесь, для себя полезную информацию очень много найдете. Сегодня вместе с вами мы прогуляемся по набережной. Я покажу вам, на мой взгляд, самый лучший пляж, который находится в Сочи, в Адлере, в ПГТ Сириусе. Неважно, это реально самый классный, обустроенный по всем каким-то стандартам пляж. Предлагаю начинать. Смотрите, по левую руку у меня колесо обозрений, олимпийские объекты, отель «Богатырь». А нам нужно попасть с вами на ту сторону, к пляжу. А по правую руку ведется какая-то грандиозная стройка. Здесь строят какими-то большими объемами. Погнали! Итак, ребята, почему я так зациклил внимание на стройке? Вот видите, въезд, да? Сюда раньше мы заезжали и оставляли машину на платной парковке, а здесь вот тут вот была аллея вдоль торговых палаток. Здесь можно было классно погулять и что-то себе прикупить. Сейчас все это огородили любимыми заборами и ведется стройка. Вот. Соответственно, сейчас это все находится вот в таком состоянии. Будет ли улучшение к лету, пом-пом-пом, неизвестно. Слышите этот звук? Что-то долбят на стройке. И вот те, кто приедут отдыхать в этот отель, конечно, я не завидую. Обратите сразу на это внимание, что вот этот звук будет с вами на протяжении всего вашего отпуска. Вот благодаря стройке, конечно, можно увидеть теперь вот такие разрушенные здания, которых и не было никогда. Хорошо, хоть кипарисы не убрали. Да, здесь была большая-большая парковка, а за забором были торговые ряды. Сейчас все выглядит иначе. Интересно вам, как будет здесь к лету? Если да, пишите комменты. Ну, а, собственно, ребята, за забором скоро появится отель Marriott Sirius. Вот так вот. Так, ну что, друзья, мы с вами попадаем на небольшой кусочек, кулачочек, который остался от торговых рядов. Все, что здесь осталось, вы видите своими глазами. Да, сказать, что капец, ничего не сказать. Там, где были детские площадки, там стройка. Ничего больше нету. Если кто знает, до какого года ведется стройка, пишите в комментах. Но явно, что убытки у того отеля, который я показывал в начале выпуска, будут 100%, потому что жить с видом на стройку в свой коротенький отпуск ни у кого не будет желания. Да, здесь вот были множество прокатов, развлекух всяких. Теперь нету. Здесь был такой большой детский парк. Мы с вами сейчас попадаем на набережную. Набережная Олимпийского парка. Посмотрите, сколько людей. Да. Вот это туристов. Вот это люди кайфуют. Смой телефон, возьми, пожалуйста. Что, друзья, вот так это все здесь выглядит. Сегодня момент съемки 10 марта. У нас сегодня, ребята, прекраснейшая погода. Вот кто интересуется погодой в марте, вот смотрите. Сегодня погода такая. Вот такой выход на пляж здесь. И с вами пройдем сейчас по береговой линии. Тоже посмотрите. Пляж постепенно исчезает. Он становится все уже, 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 уже. Но, по крайней мере, в том году его отсыпали. В этом году, видно, его не отсыпали. Отсыпали только ту часть эмеритинки. А про это, видимо, забыли. Ну, короче, почему-то не стали. Мы здесь, когда отдыхали очень плотно, каждый день почти в 19-м году, здесь все было закрыто галькой. Были установлены всякие бунгалы, а сейчас нету. Этого нету. Здесь, вот видите, вот эти вот большие булыжники, искусственно завезенные, чтобы волна не ломала здесь ничего. Вообще, это назывался... Как этим летом будет называться, не знаю. Это назывался пляж Пирс. И мы отдыхали вон там, вот возле этого пирса. Здесь была техническая зона. Но чаще всего, скорее всего, она тоже и будет здесь технической зоной, потому что здесь отдыхать, сами видите, да, невозможно будет. Здесь все будет забито, заставлено. Не знаю, ну, по крайней мере, для туристов такие, как бунгалы. Если здесь не засыпят ровно, как обычно, да, засыпают, а оставят вот эту вот порнографию, то, конечно, вообще без вариантов. Хотя, с другой стороны, этот пляж, он будет таким являться кайфовый, например, с нашей стороны. Почему? Потому что вся движуха уйдет туда людская, а сюда будут приходить именно те, кому нужно уединение. Поэтому, если вы любите спокойствие, то обязательно на этот пляж, конечно, приходите. Почему я про это говорю? Потому что, когда мы здесь постоянно, каждый день тусовались, нам почему нравился пляж Пирс? Потому что он был такой с обрывом, там ничего вообще не было, но когда мы сюда приходили, вот за моей спиной были всегда толпы туристов на пляже через Пирс. Сейчас я вам чуть позже покажу и расскажу, как называется. Там были тоже толпы, а здесь был клочок прям с чистым морем и с уединением. Поэтому пользуйтесь нашими советами. Вот часть набережной, мы сейчас идем с вами к Пирсу и, собственно, к тому пляжу, ради чего мы сегодня здесь все собрались. И вы можете видеть, что так же забор, раньше его не было, здесь было всякие картинги, развлекухи для детей, веревочный парк, а сейчас просто вот полнейшая стройка. Ну, 100% до лета не успеют, наверное, сделать какую-то часть. Ну, посмотрим, посмотрим вместе с вами, что здесь будет. В любом случае, 100% я приеду сюда еще поснимаю для вас, чтобы вы делали правильный выбор, где вам останавливаться, чтобы ваш отпуск был максимально кайфовый и прошел без каких-то негативных историй. Так, сейчас я вас приглашаю прогуляться на Пирс и дойти до самого конца. Посмотрим, ловят ли там рыбу. Погнали, ребята. Так, вот, в общем, здесь вот это вот был пляж Пирс, здесь устанавливали там бунгалы. Видите, обрыв идет. Вот он. То есть вот эта галька завозная, и вообще не было. Там было сразу как бы море. Был кусок буквально метровый. Сейчас давайте я поближе покажу вам, объясню. Вот, видите, обрыв. И вот после этого обрыва был буквально вот такой небольшой кусочек, где мы, в принципе, и размещались, а дальше было море. Вот эту гальку завезли, ее не было. Но почему-то здесь даже заварили сейчас вход, здесь был вход, была установлена искусственная такая лесенка из досок, а сейчас нет, возможно, и больше и не будет. Ну и вот, друзья, сам Пирс. Да, место такое необычное, куда люди приходят, кайфуют, таких видов наслаждаются. Да, сейчас я покажу вам чистоту моря в марте. Посмотрите, давайте камеру вот так мы с вами плюхнем. Плюх! Ой, посмотрите, какой кайф, а! Да, ну вот мы с вами уже, видите, дошли до конца пирса, здесь уже и дна не видно. Чайки, какой кайф, а! Ну и вот, про что я вам говорил, отсюда открывается вид на тот самый пляж, про который я хочу вам рассказать и показать вам в не сезон. Пляж Роза Хутор. Пойдемте смотреть. Итак, друзья, смотрите, здесь установлены вот такие бетонные ограждения, а дальше их нет. Ненавижу эти бетонные ограждения, но, конечно же, они нужны. Первое, чем отличается этот пляж от многих пляжей вообще, в принципе, здесь есть очень такой кайфовый заход для колясок и пешеходный. Видите, лесенка установлена, да? Здесь есть ресепшн, а возле ресепшна всегда устанавливаются ячейки, где вы можете оставить свои личные вещи, взять ключик на прокат. Далее, на вот этой деревянной штуковине. Здесь устанавливается, ну, по крайней мере, был, наверное, летом так же установят, устанавливается детский комплекс, туда можно завести ребенка и почилить без детей. Ха-ха-ха, да? Вот. Смотрите, весь пляж, он оборудован вот такими настилами, чтобы удобно было ходить, потому что галька, да, я повторюсь, здесь она не родная, она вся привозная, она огромная, непонятно, откуда ее берут, и ходить по ней, конечно, невозможно. И многие, когда приезжают в Сочи, которые, например, были там в 12-м году, там в 13-м году, они вообще там недоумевают, блин, вот откуда такая галька вообще взялась? Ребятки, это не родная галька. Смотрите, дальше, как ориентир, у вас вот стадион Фишт и, соответственно, здесь вот этот заход на сам пляж. Что касается береговой линии, мне, конечно, очень сильно жаль, что все исчезает, но исчезает, да. Смотрите, какой бугор образовался, вот этот вот, а дальше вниз будет обрыв, потому что волна смывает, здесь вот накидали вот эти вот бетонные буи, которые как-то задерживают волну, когда здесь сильная волна, но когда даже мы здесь были в девятнадцатом году, постоянно тут отдыхали, вы знаете, здесь был пологий пляж и он, конечно, был уже, потому что до буев надо было плыть, пляж, наверное, где-то был вот досюда, где-то вот так, вот это, видишь, все, вот это насыпаль, там вообще какая-то гора непонятная образовалась, вот, и, конечно, ходить сейчас безумно неудобно, хотя я не вижу техники, которая будет раскатывать. Возможно, перед самим сезоном сюда загонят технику, трактора, здесь все аккуратненько разровняют, будет очень такой спуск пологий, но если они этого не сделают, отдыхать здесь будет, ребята, сто процентов не совсем комфортно. Здесь еще что из интересного, здесь делают такой пирс прикольный, из пластика, да, он такой уходит в море, там ныряют, короче, детишки, классная вещь. Так, ну и, собственно, давайте подойдем к морю, попробуем сегодня температуру воды, прохладная, прохладная, что ни говори, но чистая, приятно, что чистая, класс. Раньше, кстати, на вот этот пляж тоже был заход непосредственно с пирса, вон там вот, но сейчас все забором заварили, не знаю, может быть, опять-таки к сезону все это разрежут, разварят, и можно будет прям с пирса заходить, чтобы не обходить по набережной. Дальше, на этом пляже, вот видите, здесь установлена вот эта конструкция, это теневая зона, там можно взять свой лежак, либо свой кинуть и полежать в тенечке, потому что летом, ну, сами понимаете, да, солнце, особенно в Эмиритинке здесь еще жарче, еще душнее, потому что здесь Эмиритинка раньше была таким диким местом, а сейчас это все из-за вот этих всяких объектов, это такое бетонное поле, от которого идет нереальный жар. Ой, морешко сегодня, ну, вообще прекрасно, надо было с собой брать шорты и сегодня искупаться, учитывая, что погода, погода сегодня позволяет это сделать, солнце припекает, особенно на мою черную жилетку, прям хорошо. Так, что еще возле ресепшена, ребята, возле ресепшена еще стоят всякие типа чай-кофе, потанцуем, вот, ну и в принципе больше ничего. О, кстати, да, здесь же они еще дают полотенце, по-моему, за 100 рублей можно взять, да, мы ни разу не пользовались, но я знаю точно, что есть, видел. Вот столько людей, все кайфуют, вот это март, хотя у нас, судя по погоде, обещают дождики затяжные где-то на недельку, не знаю, посмотрим, ставьте лайки, пишите комменты, типа, мол, давай поснимай, схожу в дождик, прогуляюсь, поснимаю, хотя, конечно, в дождик гулять не особо здесь классно, особенно, если есть порыв, я как-то раз в последнюю грозу, когда гулял, в дождь снимал для вас выпуск, я домой пришел вообще весь до ниточки сырой, вот, вы можете видеть, да, вот люди вот так вот садятся на эти бордюрчики и отдыхают, так, здесь, 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 по-моему, был аквапарк детский, такая чистая, надувная горка маленькая стояла, здесь тоже детская зона, здесь были кубики, и вот тут, где песок, вы можете заметить, здесь стояла детская игровая площадка, которую, я уверен, ее поставят, чем еще пляж уникальный, вот, запоминайте место возле вот этого столба стоит такой фонтанчик с питьевой водой, мы это уж пробовали, живы-здоровы, не отравились, поэтому можно пить, так, видите, какие здесь зоны, кто-то йогой занимается, кто-то детей выгуливает, как бы кому, кому что, так, а вот это вот, смотрите, в презенте, да, впереди, здесь волейбольная площадка, здесь проходят турниры по волейболу, по футболу, она засыпана песком, как там в Сириусе на пляже Рэддисон, посмотрите, выпуски есть, поймете, про что я говорю, да, а еще, вот здесь вот, устанавливается тоже такая площадка, где танцы, где йога проходит по вечерам, но пока, видите, это все выглядит именно вот в таком состоянии, но я думаю, что чуть-чуть еще время выжидаем, и в начале мая здесь будут просто решить работы, люди будут открывать сезон и готовиться уже непосредственно к приезду людей, здесь будут идти сто процентов работа, работа, работа. Ну вот, ребята, как-то так все это дело выглядит. Ну что, ребята, я показал вам, в каком состоянии находится сейчас пляж, какое сейчас море, какие здесь проходят обустройства, какая там идет жесткая обустройство, возможно, кому-то наши выпуски помогают при выборе и помогут при выборе, куда ехать отдыхать. В общем, подписывайтесь на канал, с нас контент, с вас репост, делайте репост, потому что, возможно, вашему знакомому, вашему коллеге по работе выпуск будет очень-очень актуален. Вот с таким прекрасным видом я с вами прощаюсь, поддерживайте наш канал, всех обнял, всем пока!